Беседа, 51-я, страница, 334-я. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой!» Иоанна 7,37-38. Приступающие к божественной проповеди и внимательные к вере должны выказывать расположение жаждущих и возжигать в себе такое же, как у них, желание. Через это они будут в состоянии вернее удержать в себе проповедуемое. Жаждущие, взяв чашу, выпиваются с великой охотой и тогда только успокаиваются. Так и те, которые слушают божественные слова. Если будут принимать их жажды, никогда не отстанут от них прежде, нежели совершенно насытятся. А что всегда должно жаждать и алкать, об этом сказано блаженную алчущей и жаждущей правды. И здесь Христос говорит, «Если кто жаждет, иди ко Мне и пей!» Эти слова означают, «Я никого не влеку принуждением и насилием, но кто имеет великое усердие, кто пламенеет желанием, того я призываю». Но почему Евангелист заметил, что это было в последний день великий? Потому что первый и последний день были великими, а средними за ними большей части проводимые были в увеселениях. Почему же говорит «в последний»? Потому что в этот день все были в собрании. В первый день Господь еще не пришел, объяснив своим ученикам и причину этого. Во второй же и в третий день Он не говорит ничего такого, чтобы не тратить напрасно слов, так как иудеи в эти дни предавались увеселениям. Но в последний день, когда они возвращались домой, Он дает им напутствие ко спасению и громко говорит, в части для того, чтобы показать свое дерзновение, в части по причине большого многолюдства. А чтобы показать, что Он говорит о пятии духовном, присовокупляет «верующий в Меня, как написано у верующего, реки потекут из чрева воды живой». Чревом называют здесь сердце, подобно тому, как и в другом месте, говорит «закон твой посреди внутренности моей». Солом 39.9 Но где сказано в Писании «реки из чрева потекут воды живой»? Нигде. Что же значит слова «верующие в Меня», как написано? Здесь надо поставить точку, так чтобы слова «реки из чрева его потекут» были изречением самого Христа. Так как многие говорили «сей есть Христос» еще, Христос, когда придет, неужели большее знамение сотворит? То он показывает, что должно иметь правое познание и убеждать о них столько чудесами, сколько Писанием. Действительно, многие, хотя и видели его чудодействовавшим, однако же не принимали за Христа, например, напротив, готовы были сказать. Не сказано ли в Писании, что от семени Недавидова Христос придет? 7.42 Поэтому Христос весьма часто обращался к Писанию, желая показать, что не избегает доказательств от Писания. Поэтому же теперь отсылает их к Писаниям. Итак, выше он говорил «испытывайте написанное, исследуйте Писание, и все, как написано в пророках, и будут все научены Богом». И также «есть на вас обвинитель Моисей» Яна 5.45. Равным образом и здесь говорит «как написано, реки потекут живой воды из чрева». Указывая этими словами на богатство и изобилие благодати. Это же самое он и в другом месте выражает словами «источник воды, текущей в жизнь вечную». 4.14 То есть верующий в него будет иметь великую благодать. Итак, в том месте он называет ее «жизнью вечной», а здесь «водой живою». Живой же называет ее потому, что она всегда действенна. Благодать Духа, когда войдет в Душу и утвердится в ней, течет сильнее всякого источника, не прекращается, не истощается и не останавливается. Таким образом, чтобы показать и неоскудеваемость дара благодати, и вместе незреченной ее действенность, он назвал ее «источником» и «реками», не одной рекой, но бесчисленными. А в том месте, Иоанн 4.14, обилие он представил под образом течения. И всякий ясно увидит истину сказанного, если представить себе мудрость Стефана, язык Петра, силу Павла, как ничто их не останавливало, ничто не удерживало, ни ярость народная, ни восстание тиранов, ни козни демонов, ни ежедневной смерти. И как, напротив, они, подобно рекам, несущимся с великим стремлением, все увлекали во след за собою. Все сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. 7.39 Как же пророки пророчествовали и творили бесчисленные чудеса? Апостолы сгоняли демонов не духом, но власти, полученной от Христа, как он сам говорит. Если я изгоняю бесов силой Вильзевула, то сыновья ваши кем изгоняют? Матфея 12.27 А это он говорил не с тем, чтобы показать, что прежде Христа не все изгоняли демонов духом, но полученным от Него Христа властью. Потому-то, когда он хотел послать их, то сказал, примите Духа Святого. И она 20.22 Как и в другом месте сказал, что придет на них Дух Святой. Деяние 19.6 И тогда стали творить чудеса. 3.36 А когда посылал их прежде страдания, тогда не сказано, что он дал им Духа Святого, но дал им власть, говоря, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте. Даром приняли, даром давайте. Матфея 10.1.8 А относительно же пророков, всеми признано, что они имели дарование Святого Духа, но эта благодать оскудела, отступила и всякого на земле. И с того дня, как сказано было, оставляется дом ваш пуст. Матфея 13.38 Впрочем, и прежде этого дня она уже начала становиться редкою. Ведь у них иудеев не было уже пророка, и благодать не осеняла их святыни. Итак, поскольку Дух Святой был отнят, а между тем впоследствии он имел излиться обильное, и это излияние началось после креста, не только с обилием, но и с большими дарованиями. Да действительно чудесный был дар, когда, например, сказано, не знаете, какого вы Духа? Лука 9.35. И опять же, мы не приняли Духа рабства, но приняли Духа усыновления. Римлянам 8.15. Древние, хотя сами имели Духа, но другим не сообщали. Напротив, апостолы исполнили Духом бесчисленное множество. По елику, говорю, верующие имели получить такую благодать, но она не была еще дарована, то и сказано, ибо не пришел еще Дух Святый. Итак, указывая на эту-то благодать, Евангелист сказал, ибо еще не сошел Дух Святый, то есть не был еще дарован, ибо Иисус еще не был прославлен. Называя славою крест, мы были врагами и грешниками, были лишены дара Божия и стали ненавистными Богу. А благодать есть свидетельство примирения, и дар подается не врагам и лицам ненавистным, но друзьям и людям благоугодившим. Поэтому надлежало прежде принестись за нас жертве, разрушиться вражье во плоти и нам соделаться друзьями Божиими, и тогда уж получить этот дар. Если так было при обетовании данным Аврааму, то тем более при благодати. Мы были врагами и грешниками, были лишены дара Божия и стали ненавистными Богу. А благодать есть свидетельство примирения, и дар подается не врагам и лицам ненавистным, но друзьям и людям благоугодившим. Поэтому надлежало прежде принести за нас жертве, разрушиться вражде во плоти, и нам соделаться друзьями Божиими, и тогда уже получить этот дар. Если так было при обетовании данным Аврааму, то тем более при благодати. Показывая это, Павел говорит, «Если утверждающаяся на законе суть наследники, то тщетна вера бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления» Римлянам 4, 14, 15. Слова его значат следующие. «Обетовал Бог Аврааму, и с именем его дать землю. Но потомки сделались недостойными этого обетования и не могли благоугодить собственными трудами. Поэтому пришла вера, дело нетрудное, чтобы привлечь благодать, и чтобы не отпали обетования. Ибо по вере, продолжает апостол, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно». Римлянам 4, 16. «Потому по благодати, что не могли стяжать этого делами. Но почему, сказав по Писанию, не приводит самого свидетельства? Потому что иудеи были заражены превратными понятиями. Одни говорили, «Се есть пророк, а другие обобщает народ». Иные, «Не от Галилеи Христос приходит, но от Ислеема». Еще иные, «Христос, когда придет, никто бы не будет знать, откуда он». Словом, мнения были разнообразны, как обыкновенно бывает в волнующемся народе. Да они внимали тому, что говорилось ненадлежащим образом, и не с тем, чтобы узнать истину. Потому-то он ничего не отвечает им, хотя они говорят, «Когда придет Христос, был ли Христос от Галилеи?» Анафанаила, который выразился сильнее и разительнее, «из Назарета может ли быть что доброе?» похвалил, как истинного изрыбтянина. Они, равно как и те, которые говорили Никодиму, «Испытай и увидишь, что не приходил пророк из Галилеи». 7.52 Говорили это не с тем, чтобы узнать истину, но чтобы только опровергнуть мнение о Христе. А он, Анафанаил, говорил это потому, что любил истину и в точности знал все древние писания. Итак, по Елику они имели одну только цель, опровергнуть то, что он есть Христос, то он ничего и не открыл им. Притом те, которые и себе самим противоречили, говоря иногда, «Никто не знает, откуда приходит, а иногда от Ифлиема», очевидно, стали бы противиться и после того, как узнали бы истину. Пусть они не знали места, именно что он из Ифлиема, так как он жил в Назарете, хотя и это для них неизвинительно, потому что он не там родился. Но уже ли они не знали и рода его, именно что он из дома и племени Давидова? Как же они говорили? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Ифлиема, из того места, откуда был Давид? 42. Но теми словами они это хотели затемнить, потому что обо всем говорили злонамеренно. Почему бы им пришедший к нему не сказать, так как мы всему прочему удивляемся в Тебе, но Ты повелеваешь веровать в Тебя по Писаниям, то скажи, каким образом Писания говорят, что Христос должен прийти из Ифлиема, между тем, как Ты пришел из Галилеи? Но они ничего такого не сказали, а напротив, все говорят со злым умыслом. А что они не искали истины и не желали узнать ее, евангелист тотчас присовокупил. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Их 44. Если уже ничто другое, по крайней мере, это могло привести их в умиление, но они не умилились, как говорит пророк, поносили и не переставали. Салом 34, 15. Страница 338. Такова-то злоба. Ничему не хочет уступить. К одному только стремится погубить того, кто подвергся ненависти. Но что говорит Писание? Кто роет яму, тот упадет в нее. Притча 26, 27. Это сбылось и тогда. Они хотели погубить Христа, чтобы уничтожить его проповедь. А случилось противное. Проповедь по благодати Христовой процветает, а у них все исчезло и погибло. Они лишились и отечества, и свободы, и безопасности, и богослужения, потеряли всякое благоденствие и делались рабами и пленниками. И так, зная это, никогда не будем злоумышлять против других, памятуя, что мы изощряем через это меч против себя самих и наносим в себе глубочайшую рану. Но тебя оскорбил кто-нибудь, и ты хочешь ему отомстить? Не мсти. Таким только образом ты действительно будешь в состоянии отомстить. Если же будешь сам мстить, тогда не отомстишь. И не думай, что это слова, загадка. Нет, это истина. Как и каким образом? Так что, когда ты не мстишь, тогда поставляешь Бога врагом ему, обидчику. А когда сам мстишь, тогда этого уже не будет. Мне отмщение я воздам, говорит Господь, римлянам 12.19. Если мы имеем рабов, и они, рассорившись между собой, не нам предоставят расправу и наказание, а присвоят их себе самим, то хотя бы они после тысячу раз приступали к нам. Мы не только не отомщаем за них, а напротив еще гневаемся на них, называя их бродягами и забияками. Все говорим мы им, следовало представить нам. Но так как ты прежде отомстил сам за себя, то уже не докучай нам. Тем более скажет это Бог, который повелел все предоставлять ему. Да и не стыдно ли, что мы от своих рабов требуем такого любомудрия и послушания, а Господу не предоставляем того, чего требуем себе от рабов. Это я говорю потому, что вы склонны мстить друг другу. Между тем, кто истинно любомудрствует, тот не должен этого делать, а напротив, должен прощать и оставлять грехи, хотя бы за это и не было той великой награды отпущения собственных грехов. Если ты осуждаешься грешившего, то зачем же, скажи мне, сам грешишь и впадаешь в то же самое? Оскорбил ли кто тебя? Не оскорбляй его взаимно, иначе сам себя оскорбишь. Ударил ли кто тебя? Не плати ему тем же, иначе между вами не будет различия. Опечалил ли кто тебя? Не огорчай его со своей стороны, потому что прибыли от этого нет никакой. Между тем, ты опять сделаешься подобным ему. Только тогда ты в состоянии будешь образумить его, когда перенесешь обиду спокойно и скротостью. Только через это ты устыдишь его и укротишь его гнев. Никто не исцеляет зла злом, но зло добром. Так любомудрствуют и некоторые язычников. Если же у несмысленных язычников такое любомудрие, то постудимся быть хуже их. Многие из них были обижены и переносили обиды. Многие были оклеветаны и не мстили, подвергались наветам и благодетельствовали. Но я боюсь немало, чтобы некоторые из них не оказались выше нас по жизни и через то не увеличили нашего наказания. В самом деле, если мы, которые получили духа, ожидаем царств и любомудрствуем о небесах, не боимся гиены, имеем повеление быть ангелами, пользуемся таинствами, если мы не достигнем даже доисли до добродетели, то какое будем иметь извинение. Если нам должно превосходить иудеев, так как сказано, если праведность ваша не превысит праведности книжников и фарисеев, то не войдете в царство небесное. Масей 5.20 То тем более язычников. Если должны мы превосходить фарисеев, то тем более неверных. Если же и в том случае, когда мы не превзойдем по жизни иудеев, для нас заключено царство небесное, то как сподобимся достигнуть его, когда окажемся хуже и язычников? Удалим же от себя всякую раздражительность и гнев, и ярость. Для меня не тягостно, а вам назидательно. Филиписам 3.1 И врачи употребляют несколько раз одно и то же лекарство. Так и мы не перестанем одно и то же внушать, об одном и том же напоминать, учить, умолять. Ведь у нас много житейских забот, которые могут приводить нас в забвение, а потому и наставление нам нужно постоянное. А что мы не напрасно и не без пользы собираемся здесь, представим доказательства на это в делах, чтобы через то восподобиться и будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.